Это просто лучшие сырники, которые только можно приготовить. Они мягкие, нежные и очень творожные, потому что в них практически нет муки. Привет, друзья! Меня зовут Юля, вы на моем гастро-канале Сладкий Перси, и сейчас я поделюсь с вами самым лучшим рецептом сырников. Я, можно сказать, сырникоман, очень люблю сырники, и поэтому трепетно отношусь к этому блюду. Рецепт мой фирменный и проверенный годами. Нам понадобится творог, 5% и примерно 400 грамм. И вас очень прошу, не берите, пожалуйста, обезжиренный творог, с ним ничего вкусного точно не выйдет. Ванильный сахар, 1 чайная ложка, обычный сахар, 1 столовая ложка, рисовая мука, примерно 1 столовая ложка, пшеничная мука, 2 столовых ложки для обвалки сырников, и главный изюминка этих сырников – кокосовая стружка, примерно 1 столовая ложка. Яйца я обычно не добавляю, но тут все зависит от влажности и клейкости творога. Если вы видите, что творог сухой, можно добавить один желток. Берем большую миску и просто соединяем в ней все ингредиенты. Сначала творог, потом обычный сахар и ванильный сахар. Обратите внимание, что здесь лучше использовать не ванилин, а именно ванильный сахар, а еще лучше сахар с кусочками натуральной ванили. Высыпаем рисовую муку и перемешиваем массу. Здесь можно воспользоваться или ложкой, или погружной насадкой блендера. Я обычно использую блендер, потому что так быстрее. Кстати, очень советую добавлять в тесто для сырников именно рисовую муку. С ней получается намного вкуснее. И все мои подписчики, кто попробовал этот способ, эту рисовую муку теперь делают только так. Дальше перемешиваем и смотрим, какое тесто у нас получилось. Если оно недостаточно липкое, то добавляем в тесто желток и снова хорошенько перемешиваем. Тесто должно быть эластичным, довольно мокрым, и оно должно хорошо держать форму. И, кстати, никакую соду и разрыхлитель в тесто добавлять не нужно. Это просто бесполезно. Приступаем к формовке сырников. Все это делают по-разному, нет какого-то одного правильного, единственно правильного способа. Я люблю это делать с помощью стакана. Сначала скатываем из теста шарики. Я обычно делаю не очень большие сырники, поэтому шарики у меня получаются тоже миниатюрными. Потом берем плоское блюдо, насыпаем на него муку. Здесь уже лучше использовать не рисовую, а пшеничную. С ней получится вкуснее, и сырники будут лучше держать форму. Затем шарик слегка его приплющиваем дном стакана. Затем стакан переворачиваем и делаем вот так. Потом переворачиваем сырник на другую сторону и повторяем то же самое. Сырники нужно обязательно хорошенько добавлять в муке, иначе они расплывутся на сковороде, потому что у них просто не будет корочки. Тримируем таким образом все наши сырники. Посмотрите, какие они получаются аккуратные и красивые. Ну а теперь можно жарить. Хорошо разогреваем на сковороде любое растительное масло. Можно взять оливковое, подсолнечное, в общем, какое вам больше нравится. Можно смешать сливочное с растительным. И когда масло будет горячим, выкладываем на сковородку наши сырнички. Жарить нужно на сильном или на среднем огне. Все зависит от того, какая у вас сковородка и на какой комфорте вы готовите. Это важно, потому что если огонь будет тихий, недостаточно сильный, то сырники просто расплывутся, не появятся корочки, они не будут держать форму. Переворачиваем сырники и жарим их с другой стороны. Все точно так же, до красивой золотистой корочки. Теперь берем форму для запекания. Перекладываем в нее наши сырники. Можно в один слой, можно в два, ничего страшного. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 10-15 минут. Горячие сырники подаем сразу же. Кладем на тарелку, посыпаем остатками кокосовой стружки и украшаем ягодами. У меня была замороженная голубика и малина. Ну и добавляем сметанку, конечно же. Куда же без нее. Вы только посмотрите, какая красота у нас получилась. Попробуй. Божественно. Я вам говорю, это будут лучшие сырники в вашей жизни и другие вы даже пробовать не захотите. Всем желаю приятного аппетита, качественного творога, хороших сырников. А я пойду кушать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok